привет я дима и пока все смотрят вот это у меня есть кое-что поинтереснее так что оставайтесь со мной и узнаете на каком мотоцикле можно кататься без шлема за что околус прогнал со своей платформы samsung и какие виртуальные очки сделаны из тапок если у вас есть старые крокс но это такие модные калошек кто не в курсе не выбрасывайте могут пригодиться британцы например делают из них виртуальные очки они называются опто air очки имеют веселенький дизайн встроенные динамики и линзы со 100 градусным обзором подходят для смартфонов от 4 до 5 с половиной дюймов в общем ничего необычного кроме материала они сделаны из того же сырья что и обувь крокс это на самом деле вспененная смола но по мне так обычный пластик из-за этого вид у очков немного странный и что-то очень напоминает не могу понять что цена очков сделанных из тапочек примерно 7600 рублей ну может за эти деньги они такие же как крокс нигде не натирают и в воде не тонут кто знает возможно тапка очки станут даже популярнее samsung gear vr тем более у этой гарнитуры сейчас большие проблемы похоже samsung вообще кто-то сглазил ну прям не везет компании сначала у несчастных начали взрываться фаблеты galaxy note 7 те что как раз для гарнитуры виртуальной реальности перепугав клиентов компания отозвала партию и компенсировала убытки и только отправилась от удара как нож в спину вонзил окулус портал больше не поддерживает not 7 играми окулус просто взял и прогнал гаджет с площадки сотрудничество возобновится только когда психопат ноут перестанет взрываться а это происходит постоянно у одного парня даже тачка сгорела из-за него больше никогда не куплю samsung естественно продажи компании упали очки виртуальной реальности samsung gear vr пылятся на полках ясное дело никто не хочет чтобы девайс еще и перед лесом бабахнул окулус пообещал компании что будет дружить с ней снова только после устранения неполадок тем более у окулус есть дела и поважнее чем взрывающиеся самсунги например новые игры одна из них посвящена сумасшедшим роботам которые распоясались и бегают по городу называется смешная игра robo recall это творение студии epic games сделана специально под контроллеры около стач суть игр уничтожить взбунтовавшихся роботов которые как заявили сами создатели много смотрели видео с котиками и сошли с ума в игре они правда ведут себя как опалоумевшие но у игрока есть много способов усмирить их например угнать робота подбрасывать его в воздух и сталкивать лбами с другими в общем если вы по каким-то причинам ненавидите трансформеров и всегда мечтали их ушатать то игра вам понравится самое приятное что робот рекол будет бесплатный но релиза придется немножко подождать он намечен на 2017 год ну а теперь новость для тех кто без ума от мотоциклов компания бмв к столетнему юбилею создала такое я даже не знаю как это описать это просто нечто в общем смотрите сами этот концептуальный мотоцикл moto red vision next 100 электрический спортбайк обладает массивными колесами которые обеспечивают вам максимальное равновесие ну и главная его часть это конечно же очки дополненной реальности на них выводится вся необходимая информация о дороге и они помогают владельцу предугадать поведение других водителей футуристической начинкой обладает и костюм мотоциклиста который подает сигналы о съезде и поворотах также мотоцикл имеет еще один плюс он не портит воздух а еще на нем просто невозможно упасть он всегда сохраняет вертикальное положение это позволит владельцу мотоцикла ездить без шлема даже если он полный чайник поэтому таких файлов у него точно не будет станете данная модель серийный неизвестно цена этой красоты тоже не сообщается после увиденного прям хочется плакать ну а потому что вряд ли я смогу себе позволить такой мотоцикл а очень хочется самое время проветриться тем более в сокольниках проходит выставка с элементами дополненной реальности прямо в парке покажут что такое искусство реставрации при помощи специального приложения и смартфона гости смогут увидеть что было и что стало с экспонатами причем каждый шедевр обладает своей историей которую тоже можно узнать из приложения без скучного экскурсовода приложение бесплатное но работает только когда вы наводите смартфон на выставочный предмет так что посмотреть ее сидя дома на диване не получится тем более пока за окнами не так холодно это прекрасный повод прогуляться и напоследок новость тоже из области яр досуга если можно так выразиться аймакс начал открывать виртуальные кинотеатры первым станет кинозал великобритании англичанам повезло и скоро в манчестере появится аймакс виар поскольку проект является пилотным цена билета будет невысока поставка виар гарнитур для кинотеатров аймакс займутся компании асер и star breeze пока сеансы будут длиться всего 15 минут потом побольше штука конечно хорошая но спрашивается зачем ведь по сути в таком кино просто выдают виртуальные очки уж лучше тогда дома посмотреть фильм формате 360 чем в кинозале со всеми его неудобствами ладно может я придираюсь в яркий на зала еще как выстрелят посмотрим это были все новости на сегодня ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии особенно по поводу шлема оптер интересно что он напоминает вам всем пока привет я дима и пока все смотрят вот это у меня есть такое и напоследок новость тоже из области vr досуга отчет доступа были досуга